Дневной разъездной день. Ну а что поделать? Мы у вас такие птички. Что поделать? Вот так. Так и живем. Выживаем в Коста-Рике! Нет, выживаем в джунглях Коста-Рике. О, класс, да, Ксюнь? Выживаем в джунглях Коста-Рике. Ваша тема. Ваша тема. Надо изменить баннер, написать. Выживаем в джунглях Коста-Рике. Как считаете, стоит ли нам это сделать? Все показывают свою иммиграцию в конце, когда уже все замечательно. Все уже живут в домах там отстроенных. И такие, это, на Пуравите рассказывают о прекрасной жизни. А мы вам решили подать вообще новый контент в новом формате. Начинать все сначала. Как проходит иммиграция у людей, которые решают приехать в новую страну. Для нас Коста-Рика это вообще новая страна абсолютная. Мы не знали ни языка, мы не знали ни законов, ни правил, ни общения о сезоне дождей, что он там идет, там где-то, и вообще про 12 климатических зон. Мы ничего не знали. Просто взяли и поехали начинать жить сначала. И как она началась, и как она продолжается, вы будете видеть на этом канале. Так что, если вам интересен этот формат, подписывайтесь на канал, рекомендуйте своим друзьям. У вас же у каждого есть друзья, порекомендуйте. Давайте все вместе будем вращаться в новой жизни. Это же прикольно. Так, сегодня, видите, мы такие красивые. Что-то сегодня настроение приснило, что я накрасила губы сегодня. Думаю, значит, надо накрасить губы, раз такое дело. В общем, мы сегодня не одни. Мы сегодня все вместе, всей семьей отправляемся в Истериус Осте. Сегодня будет окрашивание, аирташ, средняя длина. Что конкретно, какой оттенок, мы еще пока не знаем, не договорились, но по факту договоримся. Потому что девушка русскоязычная, она разговаривает на русском языке. А значит, проблем с пониманием не возникнет. Вот так. Забыли взять дрон, хотели поснимать, короче, на дрон, поднять его повыше, а забыли. Да и зарядить мы его тоже забыли, на самом-то деле. Кстати, да, давно не снимали ничего на дрон, надо заняться этим. Ну вот видите, у нас столько всего вообще происходит на самом деле. Ну и вообще Пуровита, она такая, как бы, засасывает, скажем так. Вот вроде как бы есть дела, встаешь и думаешь, ай, завтра, все завтра или послезавтра. Дрон зарядить, ладно, завтра, там что-то еще, завтра. В общем, вот так вот перекладывается, перекладывается. Но потом получается проблема, когда полностью все дни просто битком забиты, потому что все откладывалось. И надо все сделать максимально быстро и ничего не забыть. Вот такие вот дела в Коста-Рике. Настя едет, возмущается и перечисляет все, что нам надо сделать. Надо поменять дворники, надо поменять масло в машине. Что еще надо? Проверить машину. Проверить машину надо, потому что что-то она скрипит, короче, у нас. Скорее всего дело в масле. Собственно, как я тебе и говорила, надо все смазать маслом. Я была права. Ой, кайф. Очень стрёмно, что вот так по дороге надо ходить людям. Вот смотрите, тротуаров-то и нет. И люди идут... Ну, а у кого нету машины? На автобусе есть. Ну, на автобусе тоже не всегда удобно. Может, у кого-то денег нет. Лечу. Но все равно тротуары какие-то должны быть. Здесь нет тротуаров. Слушайте, это вообще жутко дискомфортно, на самом деле. Всегда так жалко. На самом деле хочется пройти из Кепаса вот по этой панорамной, говорим, Антония. Жень, ты ходила? Расскажешь. Все время мне говорят, что ты опять это платье одела? Вечно в этом платье. Ты достала с этим платьем? Она его уже ненавистит. А мне она очень нравится. По одной простой причине. Оно суперлегкое. В нем работать суперкомфортно. Вот прям суперкомфортно. Я его сделала рабочей формой. А че? У всех парикмахеров есть рабочая форма, между прочим. А у меня платье. Вот оно. Очень хорошее. Мне оно очень нравится. Суперклевое. В нем не жарко. Здесь ничего не мешает. Ничего не трет. Фарточка накинула, и вообще плечики дышат. Ну, вообще супер, короче. Так что такие схватят возмущаться. Напишите, вам интересно контент из магазинов по шмоткам? Если что, мы как-нибудь возьмем вас с собой. Посмотрим, померяемся. Ценники позырим. И вообще товар, ассортимент посмотрим. Вот еще продается. Наверняка многим девочкам очень интересно. Какие вещи можно купить в Коста-Рике? Зайчик такая серьезная. Серьезный мой пирожок. Мы решили сделать новые татуировки. Пойдем делать. Может, через недельки две. Хочется зацепить самый мокрый сезон, чтобы это... Там же надо обматывать татуировку. Маленькие татуировки. Сделаем небольшие, но они для нас будут иметь очень большое значение. Они уже на самом деле как будто у нас есть. Мы их уже видим и представляем. Эти татуировки будут... Не, не расскажем. Вообще потом все увидите. Замануха? Да? Замануха. Завлекуха. Завлекуха. Чтобы было интересней. Вот это контентик. Подошел. Помните, что вон там тоже? Еще один. Смотрите, это як. Или кто это? Офигеть. И здесь еще один. И здесь. И здесь. Ого, так много. И сзади свирота уже подбираем. Ненавидим этих чуваков. Сзади. Вон эта тачка. А знаете почему? Потому что они все время подбирают и еще и гудят. И обгоняют. Они очень любят обгонять. Вот как так? Огромная машина. Запичкана вообще всем подряд. Еще и обгоняет вот на такой дороге. Наверное, вы скажете, нормально это или нет? Ну не знаю, кто возмущается насчет дорог. Что какие-то дороги плохие. Ну не знаю. Как вы считаете, это плохие дороги или нет? Нам кажется, это очень даже хорошие дороги. Может, люди плохих дорог не видели, конечно. Просто дебилы. Вообще. Это же надо так. Ого, он уже, смотрите, впереди. Навагнал нас. Вот еще один. По-моему же. Просто здесь, вот смотрите, еще дорожки. Видно? С этой стороны и с этой стороны их очень много. И оттуда может вылететь мотоцикл. А также животные. Например, обезьяна, игуана или еще кто-то. Поэтому движение должно быть максимально спокойным. Ну как не костариканцы должны любить животных и беспокоиться о них. Не, ну скажи, зай, что за фигня? Еще один. Произдент. Так-с. Снова мы в этом райончике. Он такой небольшой этот райончик. Да, Никита? Не устраивайтесь. О, игуана, игуана, кис. Мне что-то понесло, короче. Листок. Ты что, листы ешь? Она с листком. Подожди. Подожди. Смешная. Да, она с листком. Зачем листок? Это не листок. Это упаковка от этой, от сосиски. Все, дорожка заканчивается. Начинается вот такая сейчас. Смотрите, какая красота. Дом стоит вот так, прям с пальмами, со всем остальным. Кайфарь. Просто офигенно. Офигенно. Здесь что замечательно? Здесь строится дом. Вам вообще это интересно? Про строящиеся дома или нет? Хочется напомнить, что наш канал не информационный. Но мы даем... Не о строительстве. И не о строительстве домов, да. Мы просто здесь живем, в Коста-Рике. Это жизнь экспатов в Коста-Рике. Вот как мы тут живем, вы сейчас увидите. Так, вот персик. Счастливый. Ну что, мы приехали. Мы на месте. Сейчас пойдем на часа четыре или даже пять. Будем заняты. Так что съемка на это время прекращается. Вот бы не работать, снимали бы каждый бы день. Вообще бы живая жизнь онлайн. На каждодневной основе. Да, хотели шару надуть. Хотели шару. Здрасте. А мы наши гости. Да, да. Кости. В горле кости. А сейчас, сейчас мы заедем. Здрасте. Надо припарковать здесь, эту машину. Потому что пока там все занято. Поэтому припаркуемся здесь. Здесь вроде как безопасное место. Смотрите, такой домик. С воротами. Погода сегодня рабочая. Спасибо, Коста-Рика. Чтобы мы не страдали. Стараемся, наверное, сегодня поснимать что-нибудь с волосами. Если опять не забудем. Это же, вы понимаете, вечная проблема. Платье вот так развивается. Здесь вот такой дружок нас встретил. Привет, пупусик. Как его зовут? Юми. Он какой. Смотрите, какие лапки. И коротенькие. Смешной такой. Юми. Вау. Классный песик. Ну что. Вот мы, смотрите, уже сделали первые рисунки. Сейчас смыли. Что у нас получается? Не знаю. Сейчас поверну спинку. Пока, конечно, еще ничего не понятно. Но уже понятно, что они точно приобрели какой-то новый оттенок. Через 20 минут будет результат. Она искала не сиделку своей маме, а уши. Окрашивание. Поворачивайся. Красотка. Давай спиночкой. Так, вот он обещанный AirTouch, который мы все время делали и делали. Вот он наконец-таки сделался. Смотрите, нет абсолютно границы между корнями натуральными и окрашенными. Такое окрашивание может быть на волосах до следующей корректировки примерно 5-6 месяцев. Не надо будет его корректировать. Волосы будут спокойно отрастать. И он бликует и затеменяет и рассветляет одновременно. Все, что никто не должен увидеть. Так скажем. Какая красота у нас получилась. Кстати, свет очень хороший сейчас. Смотрите-ка, что нам подарили. Да, можно снимать? Да, конечно. Смотрите, сколько алоэ. Вот такой охотник тут. Спасибо вам огромное. Да, вам тоже. Все, давайте увидимся. Вы к нам теперь в Кепас. Все вместе приезжайте. Все будет. Мы возвращаемся уже домой. Это Парита. Смотрите, строится какой-то торговый центр. Мы думали, это офигение мода. А нет, напигай. Что-то другое. В общем, мы познакомились с классными ребятами. Наша Женя сегодня немножко подгорела. Они нам подарили алоэ. Вы его уже видели. Вот такое вот оно, крылевое. Так что теперь у нас еще и алоэ будет дома. И мы теперь вообще будем с супер-классным лицом. Будем его увлажнять каждый раз. Так как у нас теперь много алоэ. А оно здесь растет хорошо. Просто замечу, Демиора, что... Кстати, кто-то думал, что мы такие тут, это, хорошие, прилежные девочки. Святые. А? А? Кис, что ты скажешь на это? Я думаю, что никто так не думал. А если кто-то думал, то они передумали. Да, так что... Смотрите, строительный магазин есть. Там можно купить плитку. И не только. Ну, всякие разные вещи для строительства. И не только. И не только. Все остальное. Сейчас будет рядышком магазин, где можно купить бытовую технику, холодильник, стиральную машину, которая нам как раз-таки надо. Бананы плотана. Бананы плотана можно купить, да. Одежду. Ну, как одежду? Ну, да, одежду можно купить. Вопрос, какая она будет по качеству и по фасону. На любителя. Хорошо, что едем медленно. Вот так удобно. Смотрите, барбершоп. О, машина какая нам нужна. Вот такую машину купит Маша себе. Ого! Классная. Включили музыку, короче, прямо на дороге. И чё, там все потанцуют и просят подоедить. Кокосы. Я тебе отвечаю, это кокосы. Кокосы, чё, целая тачка, ну вот. Мы возвращаемся домой и методом голосования двое против одного проголосовали за пиццу. Да, пиздец, вчера купили шорты. Я тебя как-то видела, я сегодня вот так вот стояла и поправляла. Ну, Настя, ну нет, они просто чуть-чуть подъезжали. Ну, нет. На самом деле пицца вот уже. Привет. Пицца, я уже сегодня такая еду в машину. Батареяхивая. Ну, ладно, уже проехали, всё. Тут по дороге из Париты в Кепес можно купить три пиццы за 12 миль. Ну, и мне кажется, не надо так делать. Это опасно. Это опасно. Хорошо, что мы так не сделали. Да, по крайней мере, наша пицца-то уже проверенная, вкусненькая. А здесь, может, не вкусная, на самом деле. Да, ну, ребята порекомендовали Папа Джонс. Говорят, в Папе Джонс надо покупать. А мы вам порекомендуем Мануэль Антонио. Па чё, за 6 миль огромную XL. Пиццу сейчас вообще её и съедим. Я уже прям хочу. Хочешь и я? А чай хочешь? Да. Машин, смотри, мадридский. Машин, мадридский. Кстати, надо с девочками встретиться. Ну, да. Может, завтра? Да. Надо позвонить им, узнать, как дела. Вот! Вот! Что же вам ещё рассказать, наши любимые птички? Такое вот, вернулись, приехали домой. В итоге пицца получилась. Иришка говорит, я пиццу не буду. Заехали, взяли тунца. Она говорит, я буду тунца. В итоге она не удержалась. Тунца решили на завтра отложить, а всё-таки пицца. Всё-таки пицца. Не, понятное дело, надо есть манго, конечно. Но сейчас сезон манго закончился, поэтому сейчас манго уже никто не ест. Да, сейчас все едят. А вот пицца как всегда по прекрасной цене. Какой сезон, кстати, каких фруктов сейчас? Сейчас личи. Личи, рамбутаны. Мамоны они ещё называются. А, мамоны, да. Стариканцы называют их мамон. Мы ещё ни разу не купили их. Хотя они сейчас вообще супер дешёвые. Ну, не супер. Не, я чай подожду. Ням. Тема. Митька тоже хочет, но мы ему не даём. Глаза аж красные, бедолага. Ему нельзя, у него аллергия. Он ест специальный корм. Митю нельзя ничем кормить. Чаёк от Маши вообще кайф. Классный. Под пиццулю. Супер. Маша, спасибо. Маша, спасибо за чай. Ещё огонь. А я один кусок. Я... Я... Это... Уже съела один. Второй не буду. Лиз. Есть! Давай. Ну, всё. Ну, Митьку вот показать. Митька очень хочет. Бедолага, в глаза он так светится. Маленькая птичка, да. Скажи, я тоже хочу маленький кусочек теста. Не, Митя. Давай тесто. Ну, чуть-чуть. Маленький кусочек. Вот так. Вот так вкусно, да. Вкусно. А кисоньку сегодня... Сегодня, кстати, оцените кисоньку. Кисонька вчера подстриглась. Да, кисонька? Ага. Мы решили, что надо подстричься, потому что дальше так невозможно было ходить. Что-то какая-то стрижка была уже чересчур обросшая. В общем, отращивать не очень получается, так что зацените стрижку. Поставьте лайки. Напишите коммент. Анатолия Каспарова, она не очень хорошо чувствует. Поэтому она не захотела не есть ничего. Да, она с ней кажется, что это песня. И вообще, я тоже говорю, пойдем, пойдем. Она говорит, мне хочется только хлеб и овощей. Я говорю, пойдем на такос. Типа, у тебя хлеб и вот овощи. Анна, Маша, ты что не поняла? Я сказала, что мне ничего не лезет. Отдыхаем, короче. Как тебе еще объяснить? Пятница вечерочек. Немного костеликанской атмосферы. Вечерний, почти ночной. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...